Друзья, всем привет! В предыдущем ролике мы показали, как установить VMware Fusion, а в этом ролике мы пройдемся по настройкам данной виртуальной машины. Поехали! Давайте! Вот наша Windows 11. То есть, все работает, все прекрасно. Мы берем, нажимаем настройки. И первое. General. То есть, главное. Здесь у нас имя операционки и сама операционка. То есть, Windows, Linux и другие. Здесь сколько занимает она. Наш диск. И очистка этого самого диска. Далее, мышка и клавиатура, но это понятно. Процессор End Memory. Тут я всегда выбираю 5 процессорных ядер. И памяти половину ровно. У меня 16 гигабайт unfiled memory. Я выбираю половину. Для стабильной работы. Дисплей. Accelerate 3D Graphics. DirectX 11. То есть, графическая память. То есть, о чем мы говорили только что. Use for Resolution for Retina Display. То есть, для игр. Я сам играть не пробовал на этой виртуальной машине. Как все, потестирую, попробую. Сниму ролик. Автоматически добавлять размер интерфейса. Когда виртуальная машина включается, сразу же она сама подстраивает. Под нужные нам параметры. Дальше. Network Adapter. Ну, это все понятно. Здесь у нас находится сеть. Диски. Вот тут интересно. У вас один диск, да? А мы можем добавить еще один. Но здесь еще есть. Можно выбрать SATA SCSE или NVMe. NVMe Express. Можно также удалить. Далее CD, DVD, SATA. Это понятно. Это диски подключаются. SoundCard. Это звук. USB и Bluetooth. Тоже камера. Чтобы работала тоже. Вот наша вот эта камера. Trusted Platform Module. Это как раз таки TPM2. Можно удалить. Можно добавить. Далее. StartUp Disk. Hard Disk. CD, DVD или Network Adapter. Net. Encryption. Это шифрование. То есть, тут его даже можно отключить. Compability. Это уже речь идет о версии виртуального железа. То есть, далее Isolation. То есть, это drag and drop. И скопировать и ставить. То есть, можно включить, можно выключить. А тут такие базовые настройки. Синхронизация времени. Пароль. Порт. Даже опции включения. UEFI Secure Boot. То есть, все стандартно. Dark Mode Synchronization. Можно включить. И будет меняться ручек. Со светлой темы. На темную нашей Windows. Давайте включим. Вот. Включена опция темного режима. Это совместимость Windows 10, MacOS 10.11. То есть, Windows 10, MacOS. То есть, вот. И когда у нас на Mac включается темный режим, Windows должен тоже включить темный режим. Вот такие вот настройки. Давайте проверим то, о чем я говорил. По сравнению с Parallels. Ну, что могу сказать. Вполне юзабельно можно устанавливать. Устанавливать. По предыдущему ролику спокойно можно устанавливать. И пользоваться. Сейчас включим. Минус, конечно, в том, что... О чем я хотел сказать. Вот. Конкретно про VMware Fusion. Есть и минус. То есть, это недавняя реализация в Parallels 19. Кода по отпечатку пальца Touch ID. Здесь этого нет. Надо вводить пин-код. Ну, что ж. Вдруг разработчики додумаются. Это сделают. Я не знаю. Будем смотреть. Нет. Синфонизации как таковой нет. Но. Но. Отлично все работает. Это прекрасно работает. Если данный ролик был полезен и понравился. Лайк, подписка, комментарий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok